Привет, это второй скринкаст Ubuntu T-Pot, в котором мы рассмотрим установку операционной системы Ubuntu. Скачать образ операционной системы Ubuntu Mate вы можете на официальном сайте, ссылка на который будет в описании. Заходим в раздел Download, выбираем нам нужный релиз. Сейчас мы можем выбрать LTC, можем выбрать самый свежий и необязательный LTC, это на ваше усмотрение. Допустим, мы захотим скачать 14.04 LTC. Мы заходим сюда, листаем ниже. Тут предоставлены описания 64 и 32-битной системы. Чтобы скачать ту или иную, нам надо нажать на ссылку на торрент-файл. Так, мы качаем торрент-файл, все стандартно скачиваем через торрент-клиент и получаем готовый образ операционной системы. Чтобы установить операционную систему на компьютер, нам потребуется загрузочная флешка, либо загрузочный диск. Так, я рекомендую сделать загрузочную флешку. Несколько ссылок я скину в описании, как это делается, так как дать золотой рецепт на всех сразу у меня не получится. У всех разные операционные системы, разные потребности, кто хочет на флешку, кто на диск и так далее. Поэтому, думаю, записать образ на диск или на флешку вы сможете сами. И на всякий случай я скину несколько ссылок в описании, как это сделать. Например, на операционной системе Windows. Когда у нас есть загрузочный диск или флешка, мы можем приступить к установке операционной системы на компьютер. Для того, чтобы наш персональный компьютер загрузился не с жесткого диска, а с нашего загрузочного носителя, зайдем в BIOS, который вызывается при включении компьютера кнопкой обычной F2, F12 или DEL в зависимости от модели компьютера. Я не могу дать инструкции каждой разновидности BIOS, или больше того, если у вас не BIOS, а UEFI, то советую, вот он, UEFI, примерно такие картиночки нам Google дает. Это в новых ноутбуках компьютер используется. То советую просто загуглить, как загрузить или установить операционную систему и так далее. Не будем на этом останавливаться. Уверен, что большая часть зрителей имела дело с установкой операционной системы Windows и других систем. Все то же самое, ничего сложного. Главное, не бойтесь. Если чего-то не знаете или не поняли, почитайте в Google. Когда ранее описанные операции успешно выполнены, приступаем непосредственно к установке. Я буду выполнять манипуляции на виртуальной машине. Итак, включение и компьютеры грузят не вашу операционную систему, а наш загрузочный носитель с операционной системой Ubuntu Mate. Установка дистрибутива Ubuntu вовсе не сложное задание. Просто сложно, можно испугаться новых слов. Но весь процесс установки автоматизирован. От пользователя требуются лишь элементарные операции, такие как выбрать язык, часовой пояс, ну и так далее. Сейчас я вам продемонстрирую установку, чтобы когда вы возьметесь за это дело сами, вам уже не было страшно. А как видим, перед нами выходит окно, как будто бы уже готовые операционные системы, но это, так сказать, диалоговое окно установки. Выбираем язык. Ну и нажимаем установить Ubuntu Mate. Здесь нам высвечиваются галочки, что мы имеем. Свободное место для установки операционной системы мы имеем. И подключение к интернету также. Как вы могли заметить, я не настраивал абсолютно ничего. Просто кабель есть, например, или модем, допустим, 3G уже стоит в вашем компьютере, и Linux его без всяких драйверов тут же распознает. И, как видите, тут мы можем наблюдать то, что какое-то соединение у нас уже одно есть. Тут мы можем выбрать скачать обновление при установке, установить стороннее программное обеспечение всяких кодеков. Но, так как курс поверхностный, базовый, то вообще не раздумывая, ставим все скачать. И нажимаем кнопку продолжить. Нам предлагают вариант установки стереть диск и установить Ubuntu Mate. Также тут может быть написано установить Ubuntu Mate вместо Windows 7, установить Ubuntu Mate рядом с Windows 7, и при загрузке компьютер будет вам давать выбор, какую операционную систему загрузить. Но, в нашем случае, галочка одна. Стереть диск и установить Ubuntu Mate. Также есть варианты дополнительные, но их разбирать не будем. Просто нажимаем установить сейчас, и начинается момент истины. Здесь нам дается что-то вроде предупреждения, что наш диск будет стерт. То есть раздел будет форматирован как X4, и еще будет раздел для подкачки. В общем, не думайте, что за сложные слова, просто нажимаем продолжить, и смотрим за зрелищем дальше. Нам дается выбрать часовой пояс, Москва, я ничего не изменяю, и нажимаю продолжить. Нам дается дальше выбрать раскладку клавиатуры, я никогда ничего не меняю, русская, русская. Тут нам можно проверить раскладку клавиатуры. Вот таким вот образом. Нажимаем продолжить. Ваше имя. Мы имя сделаем. Ubuntu TipPod. Задаем пароль. Обычно требует не менее шести символов. Повторяем пароль. Выбираем пункт входить в систему автоматически, то есть без ввода пароля. И требует пароль для входа в систему. То есть будет запускаться окошечко с паролем, стартовая, сама операционная система, рабочий столб, загружаться сразу не будет. Также можно выбрать шифровать мою домашнюю папку. Но я тут ничего не трогаю, и нажимаю продолжить. И вот начинается сама установка операционной системы. Копирование файлов. Следующая шкала еще будет отдельно. Это установка. Прогресс бар, так скажем. Копирование файлов почти закончено. Еще чуть-чуть ожидаем, и начнется установка системы. То есть нам снова же ничего мы не делаем, просто наблюдаем дальше. Как видите, установка все продолжается. Я маленечко урезаю весь этот длинный однотонный монотонный процесс. Так как на все вы можете насмотреться сами. Все без изменений, мигает. Только статус строка. Ну и ожидаем дальше установки. А как видите, дальше, ближе к концу установки, идет загрузка пакетов. То есть это всякое стороннее общение, которое мы одобрили, поставив галочку еще в самом начале установки. Установка завершена. Чтобы начать использование новой системы, требуется перезагрузить компьютер. Ну, что мы с вами, собственно, и сделаем. А также, когда вы перезагрузите, если у вас флешка, то, ну, на всякий случай, можете зайти в BIOS, или что у вас там в настройке, и сделать основным, первым, приоритетным разделом загрузки компьютера, жесткий диск. Установка завершена. Жмем перезагрузить. Итак, наша операционная система впервые видит свет. Вот такое окно приветствия нас ожидает. Вводим пароль, который задали при установке. Ну, и жмакаем Enter. И так, тут вы даже уже можете что-то сделать. Тут у нас уже все в рабочем состоянии, в плане браузера, например. Google Chrome я не буду показывать, как качать. В принципе, стандартная операция. Заходите в место интернет-эксплойера в Firefox. Поиски в их забиваете, скачать Google Chrome. Заходите, вам выдает, что вы с Linux зашли. Скачаете. Именно для Linux. Он как бы сам вам все выдаст. Сайт умный. И устанавливаете Google Chrome. Google Chrome на Ubuntu. То есть, на Linux он достаточно хорошо сделан. Его частенько подтачивают, чтобы он работал еще четче. И сам я им пользуюсь. В принципе, все неплохо. Как видите, уже установлен русский язык. Без всяких дополнительных надстроек. Уже выдало обновление. То есть, 65 мегабайт уже предлагают установить. Я рекомендую, конечно, сразу установить все. А аутентификация часто при важных операциях с точки зрения операционной системы будет спрашиваться админский пароль. Также в Ubuntu присутствует центр приложения Ubuntu. Это что-то вроде PlayMarket на Android. Да, виртуальная машина моя не тянет так быстро, как хотелось бы. Но, думаю, суть вы быстро уловите. Итак, наша операционная система установлена. Последующие операции, обзор программ и прочее будут в следующих скринкастах. Спасибо за просмотры. И переходите на Ubuntu. Вот так. Продолжение следует...